Итак, вы находитесь на канале Исследователь. Сегодня мы выполним операцию пополнения и покупку акции. Меня зовут Артем и начнем пополнить. Это у меня ИИС, я пополняю ИИС все время. Давайте сделаем 10000 для ровного счета. Сегодня у нас закрытие торгов. Отсюда комиссия ноль, к платежам. Так, ну все. Также в раннее видео я показывал, почему я там держу деньги. Сейчас перевел деньги. Придут и мы начнем покупки. А пока, друзья, я вам хочу показать свой телеграм-канал. Вот пришли выплаты по Роснефти. Это старая выплата по Лукоил. Это Альфа инвестиции зачислил. Вот новый подписчик задает вопрос. Привет тебе, Егор. Я так подозреваю. Смотри, Егор. Много разных брокеров. Чаще всего при каждом банке ВТБ, Альфа, Тиньков, Сбер. Есть брокерское приложение. Я пользуюсь БКС, потому что это специальное приложение, заточенное под трейдинг и инвестиционную торговлю. И у них, с моей точки зрения, самый выгодный тариф. Ты платишь деньги, комиссию при покупке акций только за продажу этого БКС. А вот если ты у других брокеров, то вот пришли денежки, мы видим, то, соответственно, ты платишь и за покупку, и за продажу. У каждого брокера размер комиссии может отличаться, но тех, которых я перечислил, у них 0,03% от суммы сделки. Поэтому здесь я размещаю разные новости, отвечаю людям на их вопросы. Это мои ракеты. Вот ВУЖ выставлял вчера заявку, видео снимал. Заявка не отработала, она так и стоит. Сейчас сниму, зайду по рынку, куплю. Ракеты Лепамп. Это у нас Донской завод радиодеталей. По детали начинающим не советую брать. Опять же, вот снова, это Яшка. Яшка, не валяшка. Летит в космос. Я напоминаю, что я Яндекса распродал, оставил одну акцию на редоминцеляцию. Это индекс московской биржи. Здесь отрисован коридор, он уже давно отрисован. Вот это, по крайней мере, наклонная, где первую стрелку мы видим. Потом дорисовал зелененькую. Когда вторая вершина уже пошла вбок, дорисовал вот эту, желтенькую. И у нас получается такой коридор отрисованного, в котором движется цена индекса московской биржи. Почему нужно следить за индексом московской биржи? Потому что индекс московской биржи – это 50 компаний крупных, которые московская биржа проверяет на… О, мой портфель теперь 300 тысяч ИИС. И мы видим, по ИИСу уже рассчиталось налоговый вычет по типу А6,5 тысяч я могу получить. И мой ИИС открыт 10 месяцев назад. Ему еще года нет. Напоминаю, что ИИС деньги в течение трех лет выводить не рекомендуется. Иначе придется воплотить пеню, либо вернуть налоговый вычет, который вы получили, и вернуть деньги за пользование чужими средствами за период поставки рефинансирования. Короче говоря, там посчитают. Вот. Поэтому на ИИС доходность у меня за все время низкая, потому что я сюда все время заряжаю денежку. Но, опять же, доходность моего портфеля и этого, и вот этого, она опережает рост инфляции. Потому что мы видим только бумажную доходность, вот это изменение цены за все время и за сегодня. Смотрим, за сегодня у меня общий плюс 0,22%. Что у нас с индексом? А индекс у нас тоже растет. Мы с индексом растем, ноздря в ноздрю. Но падали мы по-разному. Падал я медленней. У меня портфель бывало в плюс закрывался, а индекс закрывался в минус. Лидеры по объему торгов у нас сегодня. Яша его 3% ракета выкупают. Лукойл выкупают. Я уже неоднократно говорил, что Лукойл по вкусным ценам. Его нужно сейчас брать, усреднять. Да, дорогая бумага, но дешевле вы ее уже не увидите. 6800, 6900 это хорошая цена. Нефть падает, лукойл растет, доллар растет. Итак, перейдем в портфель. Я же хотел что-то. Сниму заявку в уши. В уши, в уши, в уши. Отменить. У них хороший отчет. На отчете бумага растет. Блин, блин. Не успел купить. Астра чуть-чуть просаживается. Банк Санкт-Петербург просаживается. ГМК Норникель пытается после просадки восстановиться. Донской завод радиодеталей. Сегодня снова что-то пытается куда-то оторваться. Вот видите, гэп это разрыв между свечками. С утра с гэпом мы полетели. На чем летим, пока не знаю. Новости, новости. ДЗР, у нас последний день с дивидендами. Ну, явно не свежая новость. Что в профите, в профите, в профите. Двойной гэп. Ну, это сегодня или когда? 24 января. Ну, пока новостей нет. Нужно интернет переехать. Вчера я в Райлтех. Рост на 14%. Сегодня он корректируется. Просто ракета какая-то. Не знаю. То ли я про видео показываю. Либо еще что-то. Жду, когда выйдет на платформу, на плато. Буду подымать, усреднять покупку вверх. Не знаю, что ли. Как-то, блин, жаба вверх. Так это вот оно. Видите, выходит на плато, остается. Потом снова выходит на плато, торгуется, остается. Это у нас вот 23 по 24 год. И 24 год выход на плато. Вот сход с плато был. Ну, то есть мы переросли первоначальное пиво и вышли в космос. Про эту бумагу я у себя в телеграм-канале периодически размещение делаю. Ленту начали откупать. ММК падает почему-то, видно, инвесторы эти. Спекулянты распродают. Магнит тоже. Он рос хорошо. Бурнера мечил, мечил, мечил по 302. Видите, я уже усреднил на снижение. Докупал его. Рене, рене, рене. Рене продолжает вчерашний полет. Новотек корректируется. Сапфарм что-то пытается оторваться. Так, Савкомбанк все еще в полете. Вот. Я хотел прикупить этой бумаги. О, стаканчик. Так, стаканчики. Продают по... Рекомендую вам просматривать стакан, чтобы видеть, где заявка ближайшая. 3,80... Крупная заявка стоит. Потом, видите, тысячу... Бумага не из первого котировального списка. Поэтому покупку 35, продавцов 63. Поэтому бумага, по сути, снижается. Кто-то до этого набрал. Сейчас фиксирует прибыль. Так, это они продают 346... 35, 82... Тысяча штук. Вот, наверное, сюда стать с этим. 35, 82... Покупка. Берем две штуки. Перейти в заявки. Вчера. Повторить, повторить. Не, мы не так. Не хочу гадать. Искать, 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 искать. Лимитная. Выбираем рыночную. И купим 4 штуки. Почти косарь. 4 штуки. Закрыть. Ну, вот, на небольшой коррекции она росла. Сейчас, видимо, начали подпродавать ее. В течение дня она тут гуляла. Видно, туда-сюда. Вот, открылась, росла-росла. Я вчера вот здесь где-то хотел докупить. Но, видно, это уже нижняя точка. Вуш мы докупили. Вуш мы докупили. Химпром заявку выставили. Газпром вчера одну докупили. Смотрите, сейчас у меня в порфеле, может быть, в этом небольшой салат. Но я его к осени прорежу. Этот салат очень хорошо, возможно. А, возможно... О, да, Вуш 5. Все за сегодня, за все время. Смотрим, что там Вуш показывает. Ну, вот, снизили доходность по Вушу. Стало почти процент. Поэтому, поэтому, поэтому... Донской завод радиодетали, в принципе, можно продать, по большому счету, и выставить кучу уведомлений. Либо поставить... О, друзья, смотрите. Давайте мы сделаем так. Поучимся чуть-чуть не то, чтобы спекулировать, а уметь сохранять свои, как бы, денюжки. Когда у нас последние, мы боимся потерять, либо долго сидеть в просадке. Можно было на 4900, конечно, понаблюдать нужно. Здесь можно выставить заявку. Вот, допустим, продать. Тыкаем в продать. Лимитное. Это в течение дня. Вот, стоп-лосс, стоп-лимит, тейк-профит, тейк-профит, стоп-лимит. То есть, тут можно сразу в одной вот этой установить максимальную цену, при которой она продастся, и стоп-лимит, при которой цене она при падении тоже продастся. То есть, тейк-профит, фиксирование прибыли, стоп-лосс, стоп-лимит, это, ну, то есть, лимитная покупка или продажа. Вот, смотрите, стоп-лимит, тейк-профит по 4200, что-то маловато, стоп-лимит, то же самое стоит. То есть, здесь мы, по идее, можем поставить отступ от текущей цены, то есть, сколько мы хотим заработать. Допустим, 10 процентов. Нет, а вот стоп, это неправильно. То есть, это выше, которая цена продастся, чтобы успеть реализовать. Ну, допустим, 4900. 15 процентов. То есть, погрешность либо 0, спред, стоп-лимит, спред, отступ. То есть, двигаться будет процент, либо 90 рублей, отступ. Спред 0,5. Со спредом понять, что он хочет. То есть, она будет при росте 2 процента отступ, либо падать, либо расти. Вот, и спред 0,5. Давайте посмотрим, пусть. Стоп-лимит, стоп-лимит. Ага, ну, вот он будет спред сдвигать, сдвигать до какого-то уровня. Допустим, 140. Минус 2 процента. Видите, мы должны упасть на минус 2 процента. Количество лотов. Пусть будет 1. 1 мы оставим наблюдать. То есть, вот мы выставили на продажу. Наш инструмент продастся при нескольких условиях. То есть, когда мы достигнем максимальной цены, либо минимальной цены. И там есть отступы, когда она смещаться будет. На самом деле, нужно будет почитать побольше про это. И автоматизировать процессы. Ну вот, мы видим, видите, выставлен стоп. Мы видим портфель, что я в любом случае прибыль зафиксирую выше гэпа. И поставил под верхний уровень 4900 этой свечки. Что если у нас будет следующий скачок на итерацию выше, мы продадим акцию на максимуме последнего скачка. То есть, вот на этой полочке. Вот такая опция есть. И также можно делать, когда портфель падает. Чтобы вот опять же, можно здесь сделать, чтобы не фиксировать убыток. Допустим, установить стоп-лосс. И если цена пойдет значительно ниже, потом ее снова покупать. Но она может значительно выше не пойти. И мы потеряем свою дивидендную доходность. Почему меня интересует дивидендная доходность? Вот видите, текущая она показывает 2. Нам заплатили 3,32, то есть 3,32%. Последняя выплата была 0,43 копейки на акцию. Акция стоит 140 рублей, а стоила 12 недавно. Вот опять же, я уже считал, показывал, как дивидендную доходность считать. Так, у нас она 0,43 на акцию. Я просто сам для себя опять же. 0,43 на акцию. Это у нас рубли. Средняя покупка по портфелю у меня. Где она эта? Там, там, там. Позиция, позиция, показатели, история, детали. Прогноз. Так, ну где-то здесь в карточке должна быть. А вот, 12,86. Так, делим на 12,86. Ну, примерно, да, такая же и есть. Только сейчас цена, да, можем умножить на 100, но это не обязательно. Вот, 3,3%. 3,3%. Так. Дивиденды. 3,3. Ну, короче говоря, я ее тогда покупал, когда она платила дивиденды. Для этой цены она нормальная. Но, опять же, если у нас цена поднимется акции, она уже поднялась. Это 14 рублей. То, соответственно, в следующий раз уже будут дивиденды браться на 3,3. Вот 14 рублей. И так работает математическая прогрессия. Потому что я считаю, как раз я покупал в декабре бумагу по той средней, от которой взяты дивиденды. Опять же, надо считать, от какой суммы это было взято, чтобы понять разницу. Так, можно докупить одну ленту рыночную. Пусть будет. Я сейчас в ближайшее время от ленты большого роста не жду. Но в последующем его планирую увидеть. Это защитный актив, скажем так. Вот, просадка была. Я говорил, что видите, она как рынок не корректируется. Она вот с августа месяца, ну, с сентябрьской просадкой. И она вот ниже, она особо не должна уже падать. Ниже ей некуда падать. Вот, поэтому бумага находится в своих минимальных значениях. Если ее кто-то там затарил и сидит в ней, то, вот, скажем так, возможно, она стрельбануть может. Поэтому, я не утверждаю, что она стрельбанет. Но, возможно, может. Так, по бирже, по бирже. Здесь уже 107. Северсталь докупать не буду. ТМК докупать не буду. Здесь заявка выставлена, пока не отработала. Посмотрим, за сегодня. За сегодня. Так, за сегодня продолжается снижение. Смотрим в стакан. Моя заявка. Две штуки. 200. Вот из 1000. 1200 мои. Итак, мы ждем снижения. Сейчас посмотрим, может, кто-то в Телеграме что-то. Банки исты. Пам-пам-пам. Да, жалко. Я бы тоже сейчас потратил дивиденды. Так, друзья, напоминаю о необходимости подписаться на Телеграм-канал. Опять же, людям, которые хотят помочь развитию канала. Развитию канала. Я прикреплю в комментарии первом, в описании к видео. Номер банковской карты можете помочь. Я буду покупать премиум Яндекс. Видите, как ракетит. Я буду премиум аккаунт в Телеграме, чтобы посты длинные были. Чтобы вы могли получать более удобную. Потому что там есть ссылки. Короче, там есть расширения, которые... Телеграм вот у нас уже 105. Вчера снимал было 103. 103 добавился в течение дня. Это я у себя ВКонтакте такую разместил. И вам решил такой же постик сделать. Право, читав такую новость, в утренней статье товарищ Сталин отошел нервно в сторонку и закурил. Задал себе вопрос. А что так? Можно было? Украина готова к продолжению транзита российского газа через свою территорию. Ну, то есть, понимаете, кому война, кому мать родная. Вот интересное, смотрите. Почему нужно отдыхать, давать мозгу отдыхать от работы, отрешаться от всего. Вот Греф это делает два раза в день. Есть такой метод 80 на 20. Эффективной нашей работы всего 20%. Все остальное это неэффективно. Мы все время в напряжении. Я, например, стараюсь следить за своими плечами. Где-то там что-то такое, у меня плечи поднимаются, поднимаются. Напряжение. Опускаешь. Все. Расслабленное состояние. В расслабленном состоянии принимаются наиболее верные решения. Вот поэтому я бы сказал, что главное, наверное, это осознанность. Я этим занимаюсь. Я каждое утро в 2 часа занимаюсь спортом. Я обязательно 5 минут уделяю медитации, утром и вечером. Ну, это я так делаю. Время нужно на это делать. Работа должна быть. Мне это помогает поддерживать внутренний баланс. Если я вижу, что где-то... Короче, на телеграм-канале вот мое предыдущее видео. 40 просмотров. Прям смотрю, посты не очень смотрят, а тут прям, прям, прям народ. 39. Да, друзья, про навес я помню. Я расскажу про навес. Поэтому ставь лайкосик, пиши в комментариях. Расскажи про навес. Любое слово с навесом связано. Это навес в глазах инвестора. Это навес в глазах обычного гражданина. Так что, друзья, навес нам поможет. Может, кому-то и повредит. Вот, про эти новости я уже показывал, рассказывал. Опять же, я из некоторых этих новостей делаю вывод по бумаге, чтобы понять ее перспективу. Скорее всего, может, буду участвовать в делимобиле, чтобы получить 30% скидку. Скидку, скидку. Шучу. Нет, скидка мне не нужна. Я каршерингом не пользуюсь. Но, может быть, может быть. Вот, Газпром нефть, она удержалась на уровне 796. Сейчас 810 стоит. В этом диапазоне она опустилась и отросла. Вот, друзья, голосуем за навес. Чтобы я понимал, вот 46 посмотрела, а проголосовала только 13. Неужели жалко пальцем нажать? И тут же это самое. Не видно, кто голосует. Друзья, эта штука закрытая. Я не делаю публичных опросов, чтобы вы не переживали, что кто-то кого-то там узнает и так далее. Вот. Что еще тут мы можем с вами прикупить? Прикупить. Наверное, по рынку надо брать. Ну, хочется аж цену интересную. Интересную цену. Давайте по рынку возьмем эту штуку. Падает. Не основа отрастает. 83 от 90 на 83. Ну, почти там заявка. Вот она рядом. Но, видите, начала отрастать. Поэтому... Бам-бам-бам. Стакан профит. Да, отсюда убрали заявки. Раньше они также были в этом вкладыше. Сейчас вот заявка вот здесь должна быть. Вот она. Все заявки. Изменить. Меняем лимитную на рыночную. И покупаем. Заявка исполнена. Все. Мы усреднились вверх. Теперь у меня на 10 тысяч моя ракетка заправлена. Да, и, друзья, нужно относиться к каждой акции как к какому-то дереву либо одушевленному активу, с которого мы должны собрать капусты. Не то, чтобы я предлагаю вам прямо одушевить счет или еще что-то. Я просто говорю о том, что у вас каждый инструмент в портфеле... Я тупо покупаю, да, ничего особо не рассказываю. Но по каждому инструменту у меня есть своя история. Почему я покупаю этот инструмент? Почему сейчас, а не вчера, либо не позавчера? Роснефть, мне действительно нужно позицию нарастить. У меня прибыльность по ней большая. Вот мы снова пришли, видите, туда, откуда начинали. Вот она. Можно еще добрать. Может и ниже уйти. Может и ниже уйти. У меня доходность по Роснефти была... Ба-ба-ба-бам. Где она тут у нас уехала? Роснефть 22. Было 40, сейчас стало 22. Вот из-за того, что докупил. Ну, то есть у меня есть запас нападений. Бумага отросла с последних моих покупок очень сильно. И сейчас есть возможность, видите, до 465 держать бумагу, чтобы перейти этот рост. Ну, соответственно, я понизил свою дивидендную доходность, потому что раньше она была выше. Ну, по идее, придут дивиденды. И вот я с одной... Скажем, дивидендов не купить, одну акцию не хватит. Но я ее докупил до дивидендов. Сопфарм вчера рос. Сегодня мы смотрим. Он уже перестает расти. Зря, наверное, прикупил и сопфарм. Так, что еще я хотел? Что еще я хотел? Пока далеко не улетел добрать. Добрать, может быть, эту историю. Вот она тоже чуть-чуть подкорректировалась после роста. Вот здесь бы взять. Вот здесь бы взять. Да ладно. Надо увеличивать позицию. Не получится по этому инструменту. Осталось 1300 селегдар. Давайте мы здесь сегодня, чтобы нам было видно, что у нас сегодня падает. Уж падает. Бан Санкт-Петербург падает. Можно уши добрать. Евроэлтех падает. По нему приходили дивиденды. Блин, на росте на таком покупать его. НХНХ отрастает. Новотек. Хватит нам? Не хватает. Хоть еще пополняй. Новотек, между прочим, сейчас упал. Упал. Становится интересным для затарки. Этот уровень, я думаю, нам уже ниже не дадут. Ни спекулянты, ни крупные игроки не дадут. Но если куплю, вот видите, у меня 174 средняя. Она, соответственно, вырастет. Вырастет, вырастет, вырастет. Ну ладно, оставим Новотек на потом. Ренессанс. У меня по Ренессансу прогноз был. Давайте мы посмотрим на мой прогноз в Телеграм-канале. Я иногда прогнозы делаю. Так. Си-ни-ни. Ой, извиняюсь за свой французский. Это я не то, мне нужен поиск. Поиск. Вот интересная картинка, то самое состояние, когда взял Газпром по 398 рублей и не знаешь, что с ним делать. Думаю, что ты вся... Где-то рядом же должно быть. Ладно. А, вот, наверное. Нет, это не она. Второй раз летел набранный текст. Короче, был проорене прогноз. У меня есть прогнозы по индексу. Я его корректирую, как меняется в сторону изменений. Поэтому, друзья, подписывайся. Там, видимо, скриншот разместил и особо не подписал. Поэтому, всем удачи. Зелени в портфелях. Ну и счастья в личной жизни. Удачи! 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 Музыка